Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. В этом видео я хочу с вами просто поговорить на тему фильмов. Меня зовут Елена, я напомню, и мой канал также называется СОП СНИ. В этом видео я не буду показывать вам косметику, как я обычно люблю это делать, не буду о ней болтать, хотя это моя самая любимая тема. Я решила немножко разнообразить свой канал и снять видео о фильмах. Я перед тем, как буду говорить про фильмы, и это будет мой топ 15, я хочу сказать несколько слов. А точнее, для кого я буду говорить эту информацию, она не совсем для всех, это все-таки 16, а лучше 18 плюс фильмы, потому что я взрослый человек, как вы понимаете, и это будет именно о фильмах. Если вы хотите видеть на моем канале видео о мультфильмах, такая задумка у меня тоже есть, то напишите, пожалуйста, в комментариях, я почитаю. Если наберется несколько человек, я обязательно сниму видео о мультфильмах, которые я люблю смотреть, которые любит смотреть моя семья и мой сын. Это будет отдельная тема видео. А сейчас я буду говорить о фильмах. Это жанры одни и те же, и фильмы это все будут зарубежные, ни одного фильма русского здесь не будет, также ни одного не будет здесь сериала. В основном это жанр такой смешанный, мелодрама, драма и комедия. Я очень люблю такой фильм, потому что я, наверное, девушка, женщина, и поэтому я люблю какую-то долю сентиментальности, вот как хотите это называть, полить слезы, посмеяться, это я все люблю делать. Я человек очень чувствительный, какой-то фильм может у меня вызвать такие эмоции, и улыбки, и в то же время слезы. И обычно эти все фильмы я смотрела одна, эти фильмы я смотрела летом именно 2017 года, то есть июнь, июль, август, и они все мне в той или иной степени понравились и не понравились. Не могу сказать, что какие-то прям фильмы мне однозначно только нравятся, есть там моменты, которые более нравятся, есть которые менее. Но я выделила для себя топ-15 лучших фильмов именно для себя летом 2017 года. Я их все смотрела на одном сайте, сайт это бесплатного просмотра фильма, но после рекламы, естественно. Там есть описание фильма, название, картинка, можете это все посмотреть, я вам оставлю ссылочку на этот сайт по данным видео. Сайт называется HD-резко, на нем, по-моему, сейчас можно абсолютно бесплатно смотреть фильм. Вы просто вводите там в поиск, в окошечко поиска название фильма, например, которое я вам буду говорить, да, и там будет этот фильм. Можете его спокойно посмотреть, как отдельно, да, то есть если меня смотрят сейчас дети, они могут сказать своим родителям, своим братьям, сестрам, не знаю, знакомым там, которые старше 18 лет, и они могут посмотреть эти фильмы. Давайте начнем с этого топа, я уже себе все вот выписала на такой вот листочек. И переснимать я сейчас буду это видео третий раз, надеюсь, что он будет удачный, потому что у меня камера садится. Все-таки хотелось бы. Первый фильм, это 15 место. Фильм называется «Это все она», 1998 года выпуска, США. Этот фильм мне нравится, и я думаю, что вот именно этот фильм можно смотреть лет так, с 15, с 16 и до 20. Он такой легкий, молодежный, про какую-то такую первую влюбленность, любовь, он интересный, про школу, связан с ней, и в качестве ностальгии, да, для себя именно, я его посмотрела. 14 место занимает фильм «Сердцеед», это французский фильм, я очень люблю фильмы производства Франции, они почти все, и даже сейчас современные, интересные. Фильм «Сердцеед», он такой, конечно, на любителя. Такой первая половина фильма мне не очень понравилась, но потом я рассмотрелась, и к концу мне очень понравился этот фильм. 2010 год, производство Франции. Я советую его посмотреть, и актеры там очень хорошо отыгрывают свои роли, фильм мне понравился. На 13 месте фильм «Таймер», 2009 год США, там интересный, необычный такой сюжет, что в центре находится электронный прибор «Таймер», который позволяет людям искать свою половинку. Интересный такой сюжет, то есть именно того человека для мужчины и для женщины, которым именно идеально подходит. Я думаю, что это многим интересно будет посмотреть, посмотрите, что же из этого вышло. На 12 место, хоть и лето, я поставила фильм, который связан с зимой, а точнее с Рождеством. Он мне напомнил фильм «День сурка», я очень люблю фильм «День сурка», пересматривала его не раз, не два, наверное, раз десять, я его советую тоже посмотреть. Это американский фильм, в котором очень хороший состав актеров, который я могу смотреть сколько угодно раз, также это любимый фильм у меня папы, мамы, родителей, да, то есть очень нравится. На 12 месте у меня фильм «Рождественская свадьба», много я там смотрела фильмов про свадьбу, мне была интересна эта тема, каждая девушка, наверное, мечтает для себя такой вот, ну такой для мечты фильм посмотреть, но в то же время это и драматично, и лирично, и это весело, все там переплетается, поэтому интересный фильм. «Рождественская свадьба», 2012 год США, в центре там главная героиня девушка, которая застряла в одном дне, который был перед Рождеством, посмотрите. На 11 месте у меня фильм «Поспешишь, людей насмешишь», 1997 год США, этот фильм в главной роли тоже с хорошими актерами, особенно Сальма Хаяк мне нравится, хорошая, достойная актриса в кинематографе американском. Этот фильм такой, наверное, про то, что бывает, иногда что-то хорошее из таких отношений, которые завязались ни с того, ни с сего, не поймешь с чего, да, из них может выйти что-то хорошее, вот об этом, наверное. На 10 месте фильм «Фальшивая свадьба», 2009 год США, этот фильм «Фальшивая свадьба» я не буду пересматривать, но один раз его посмотреть можно в качестве какого-то такого развлечения, и в качестве того, как девушки иногда бывают подвинуты на свадьбу, что они готовы чуть ли не с первым встречным уже жениться, ради того, чтобы решить какие-то свои проблемы. В данном случае здесь все закончится хорошо в этом фильме. На 9 месте у меня фильм «Чужая свадьба», Канада, 2004 год, фильм «Чужая свадьба» очень перекликается по сюжету со фильмом «Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес. Если вы смотрели этот фильм, он вам нравится, то, скорее всего, вам понравится фильм «Чужая свадьба», потому что сюжет очень похож чем-то, но там есть в середине фильма примерно начинается абсолютно другое ответвление, то есть не так он поворачивается сюжет. Этим мне этот фильм понравился. Может быть, я его даже как-то буду пересматривать. На 8, потому что «Свадебный переполох» я пересматривала не один раз. На 8 месте «Свадьба под прикрытием». Неожиданно мне понравился этот фильм, 2012 год США. Этот фильм не просто драма, мелодрама, комедия, здесь еще есть какие-то элементы детектива. Я раньше тоже любила читать детективы, смотрела детективы, и здесь вот есть такие элементы, поэтому мне этот фильм понравился. Возможно, тоже я его как-то пересмотрю. На 7 месте фильм, который я тоже, возможно, буду пересматривать, но не из-за сюжета, а из-за какой-то, наоборот, легкости сюжета, чтобы расслабиться, отдохнуть. Этот фильм называется «На 7 месте у меня двойная свадьба», 2010 год США. Это про двух девушек-близнецов, молодых, красивых, и как там у них развиваются их отношения любовные. На 6 месте фильм «Прости за любовь», «Италия», 2008 год. Этот фильм я посмотрела совсем недавно, вчера или позавчера, точно я уже не вспомню, но он у меня произвел хорошее впечатление. Этот фильм тоже любви и большой разницы в возрасте между парнем и девушкой. То есть девушка там была очень юная, ей было 17 лет, там еще не было 37 лет. Что же из их любви вышло, хорошее или плохое, посмотрите, этот фильм вы узнаете. Фильмы, которые с пятого по первое место, я буду, наверное, даже не наверное, а точно пересматривать, потому что эти фильмы мне понравились чем-то, своим сюжетом, может быть, актерским составом, своей идеей и задумкой. На 5 место я поставила фильм, я думаю, что некоторым известный, «Между небом и землей». Этот фильм США, 2005 год, больше, мне кажется, драма. Там играет многим известная актриса Рису Визерспу. Фильм больше драматический, потому что главная героиня находится в коме, между жизнью и смертью. Фильм больше такой печальный, но как получается у одного человека, да, у настоящей любви, да, у парня ее воскресить. Интересный фильм, посмотрите. Четвертое место. Фильм легкий такой, комедийный, интересный, но в то же время там каждый человек может узнать сам себя, советую посмотреть мамам, сестрам, дочкам. То есть фильм такой очень женский. Четвертое место, потому что я так хочу. США, 2006 год. Этот фильм как раз в взаимоотношениях там матерей, дочерей. То есть это вообще я советую именно только женщинам смотреть фильм. То есть он не мужской. На третьем месте у меня оказался фильм, который, по-моему, от создателей вроде бы фильма, ну, по крайней мере, близок к фильму по скриптам «Я люблю тебя», я очень люблю этот фильм. С Джардом Баттлером, я его иногда даже пересматриваю. И вот этот вот фильм на третьем месте у меня с «Любовью и Розе». Близок к этому фильму 2014 год, Германия. Советую его посмотреть семейным, наверное, не семейным паром. То есть этот фильм, наверное, для просмотра молодыми людьми, я бы так сказала, от 18 до бесконечности лет. Он очень трогательный. Там есть моменты, когда можно, я, например, даже пустила слезы, поплакала. В то же время он очень жизненный такой фильм. Не сказать, что там прям такая сказка про любовь. Ну, что-то такое вот есть сказочное, как и во всех таких фильмах для девушек и женщин. Но все-таки есть и что-то такое, которое близко. Я думаю, что я этот фильм тоже как-нибудь пересмотрю обязательно, мне он очень понравился. И на второе и первое место я поставила французские фильмы и очень современные, неспроста, потому что я начала любить французский кинематограф. У них очень такой забавный и не пошлый, как, например, в Америке иногда, из каких-то и в данных фильмах, которые в том числе я сказала, пошлый юмор. Я больше люблю такой юмор легкий, такой вот невесомый, может быть, даже немножко с какими-то нотками сарказма. И на второе место я поставила фильм «Жмот». Фильм «Жмот» я советую смотреть, наверное, всем мужчинам, парням, парням от 18 лет и выше. Это 2016 год, Франция. Этот фильм мне очень понравился, он смешной, но в то же время там есть такая драматическая нотка, там тоже я один раз заплакала, там можно заплакать в нем, то есть он может расстроить и до слез этот фильм. В одном фильме очень много разных эмоций. Фильм классный, фильм необычный для меня, интересный. И такой сюжет абсолютно я вот нигде не встречала, то есть я первый раз смотрю фильм с таким сюжетом. Сюжет интересный, на мой взгляд. Поэтому я советую обязательно посмотреть фильм «Жмот», но обязательно смотреть мужчинам и девушкам, женщинам по желанию тоже можно посмотреть. Очень интересно. На первое место, так как я сама являюсь девушкой, молодой женщиной, я поставила фильм «Женский», который тоже вечно эта тема матерей, дочерей, как они там любят друг друга, как нет, как они ссорятся, как они мирятся с друг другом. Этот фильм есть уже с таким названием, фильм американский «Ой, мамочки», но я поставила сюда фильм «Ой, мамочки» 2017 года, производство Франции. Этот фильм, он с одной стороны легкий, тоже комедийный, с другой стороны есть там о чем задуматься. В этом фильме посмотреть его нужно обязательно мамам и дочкам, я думаю, лучше даже вместе. И чтобы понять вот эти вот взаимоотношения, как лучше с ними, как лучше друг с другом взаимодействовать. Очень классный женский фильм. И посмеяться можно, и поплакать тоже я его советую к просмотру. Вот такой вот у меня был топ-15, небольшой, но есть о чем здесь подумать, есть что рассказать, есть где посмеяться, где поплакать, где подумать, где расслабиться. Я для вас сделала вот так вот. И во всех фильмах есть такие интересные сюжетные линии. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Вы меня этим очень порадуете. Если вы напишите мне комментарии, я тоже буду очень рада и постараюсь вам всем ответить. Также в конце этого видео я хочу сказать большое спасибо, что вы тратите свое время на просмотр моих видеороликов. Если вы подпишетесь и будете подписаны на мой канал, я обещаю вам, что буду дальше снимать интересные видео. Какие-то, может быть, вы по вашим запросам видео косметические набьете тему. Обязательно я буду снимать видеоролики своим честным, независимым мнением. Всем желаю отличного продолжения лета, самое главное – тепла. Если мое видео вам понравилось, вы меня этим очень порадуете. Отличного продолжения лета, самое главное – здоровья, счастья, удачи, если вы работаете, успехов и удачи на работе, вдохновения. Всего самого доброго, прекрасного. Всем удачи и до новых встреч!